Приветствую всех на канале Лора Дэвис, это рубрика кратких крипто-новостей. И главная новость дня. Telegram Open Network запущена в тестовом режиме, правда о доступе получили только несколько команд блокчейн-разработчиков по инвайтам. На днях Павел Дуров также закончил ликвидацию своей компании Telegram Messenger LLP, и теперь телега работает под другим юрлицом Telegram System LLP, что вероятно сказывается с перестройкой управления компанией ввиду запуска TON. У руководства Skype отклонило предложенную Ripple инициативу по использованию токена XRP в виде расчетного средства в данном мессенджере. Binance объявила о сотрудничестве с аналитической блокчейн-компанией CypherTrace для улучшения своих механизмов AML, направленных на борьбу с отмыванием денег. Разработчики рынка предсказаний Ogre представили версию платформы 2.0 с поддержкой стейблкоина Day и возможностью ставить на ничью. Токен Ogre также был добавлен для торговли в Coinbase Pro. И биржа Coinbase, кстати, запускает дебетовые карты Visa, привязанные к счету аккаунта. С их помощью можно будет совершать покупки в криптовалютах в любых магазинах, однако пока только на территории Великобритании. Это, кстати, отличный повод переехать жить в Великобританию, потому что в России мы будем жить без интернета. Закон об изоляции Рунета прошел второе чтение в Госдуме и большинство депутатов высказалось «за». Ну, собственно, неудивительно. А некоторые из них вообще призвали запретить криптовалюты во всем мире, потому что они, видите ли, расшатывают современную экономику. Ну и ситуация на рынке. Сейчас мы видим небольшой спад. Биткоин катился до 5000 долларов и немного даже прокалывал эту отметку, доходя до 4950. Весь рынок последовал за ним, и топовые альты подешевели на 7-13%. Небольшой рост на просевшем рынке показывают только монеты Zcash, вероятно, после вдохновительной речи ее директора, Зука Вилкокса, высказанной им на одной из недавних блокчейн-конференций, а также Огур на фоне положительных новостей. Как говорят некоторые аналитики, бычий тренд продолжится, если цена биткоина сейчас сумеет сохраниться выше 4850. Другие же говорят о том, что мы сходим на 4700 перед новым скачком вверх до 6-8 тысяч долларов. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте о том, что следующий выпуск крипто новостей выйдет в понедельник. Всем пока!